Решение по делу об ошибочном начислении платы за вывоз мусора вынесено, но истцов оно не устроило. Напомним, мусорный оператор обидел дедушку, которому далеко за 80. В его квартире проживает двое, но счета за вывоз мусорных отходов выставлялись на четверых. За дедушку вступились юристы. Представитель истца представил справку из управляющей компании о количестве проживающих в квартире пенсионера. Мы надеялись в тот период, когда писали претензии, что биотехнологии просто неправильно получили сведения с управляющей компанией. Почему я пошел в управляющую компанию, получил данную справку. Почему в прошлом судебном заседании я задавал вопрос ответчику, откуда они получили сведения о количестве проживающих, на что не был получен ответ. Теперь защитники требуют компенсацию морального вреда, а также выплату неустойки за неправильное начисление. Речь идет о сумме более чем в 50 тысяч рублей. Но моральный вред ответчик не признает. Перерасчет дедушки он сделал, а 50 тысяч платить не хочет. Аргументируя это тем, что обязанность уточнять информацию о количестве проживающих в квартирах лежит не на компании, а на потребителях услуг. У биотехнологии нет обязанности, как-то выражено в законодательстве, об обращении лично к господину Смирнову для заключения договора. Напротив, у господина Смирнова есть обязанность обратиться к нам для заключения договора с предоставлением необходимых документов. Мы можем долго говорить о возрасте, да, я искренне желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Но в данном случае мы говорим о том, что требует от сторон законодательства. Судья выслушал доводы обеих сторон и вынес свое решение. Мировой судья решил в иске общества за счет прав потребителей народный контроль действующий интерес Смирнова Василия Павловича к обществу граничной ответственности в биотехнологии. Взыскание устойки компенсации морального вреда штрафа отказать. Получается, что люди, оказавшиеся в аналогичной ситуации, могут рассчитывать только на перерасчет. Представители ИСЦА не согласились с решением мирового суди и будут настаивать на удовлетворении своих исковых требований. Мы будем обжаловать, потому что мы считаем, что права Смирнова Василия Павловича, то есть потребителя, были нарушены. Ему изначально начисляли неправильно. Раз начисляли неправильно, то есть нарушены права потребителя. В любом случае у нас Верховный суд говорит о следующем, что если нарушены права потребителя, взыскивается и неустойка, и моральный вред. Впереди новые суды. Возможно, в ходе этих разбирательств все же будет дан ответ на вопрос о том, откуда мусорщики берут неправильную информацию о количестве проживающих в квартирах. И если мы платим им больше, чем нужно, имеем ли мы право не только на перерасчет. Алексей Домнин, Артем Михалюта, Шестой канал. Субтитры сделал DimaTorzok